Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире Камахская область Ерцинка в Западной Армении стремится стать туристическим центром. Несколько фактов, чтобы стало ясно, что мы потеряли Джордж Табакян, Музей Институт геноцида армян проводит программу для американских учителей. На сессии Совета ООМ по правам человека Армения представила заявление по вопросу Арцаха в качестве официального документа. В Западной Армении кладоискатели повредили историческое сооружение, известное как Двер Магера. В Шернанской области Западной Армении тысячелетние стены были покрыты базальтовыми камнями. Рядом с древними рукописиями представлено современное искусство. Камах Ерцинской области Западной Армении стремится стать одним из важнейших туристических центров со своими историческими зданиями и природной красотой. С периода Араратского царства до наших дней здесь сохранились множество исторических культурных зданий. История Камаха колебели многих цивилизаций очень древняя. На территории также есть скальные церкви, которые чем-то напоминают руины Ании. Существует множество фактов, подтверждающих исконность армян в этом регионе. Армян не жили здесь, создавая и формируя свою культуру, используя природные памятники, пещеры и скалы. Картограф Джордж Табакян написал на своей странице на Фейсбуке «Я работаю над новой линией соприкосновения Арцаха и, возможно, опубликую ее, когда она будет окончательно готова». Затем картограф представил информацию, свидетельствующую о потере армянских территорий. По его словам, территория контролируемой армянскими войсками составляла около 11 тысяч километров, а линия соприкосновения с Азербайджаном – около 245 километров. В результате территория, контролируемая российско-армянскими войсками, стала площадью около 2800 километров, а линия соприкосновения – около 440 километров, то есть территория сократилась примерно в четыре раза, а линия соприкосновения расширилась на 200 километров. В ходе войны армянская сторона потеряла около 25% территорий, а 75% сдалось после войны, согласно соглашению о прекращении огня. Американская организация Genocide Education Project в сотрудничестве с музеем Институтом памяти жест геноцида армян 9 и 17 июля 2022 года организует обучающую программу для американских учителей. Курс проходит в конференц-зале музея формата лекции и урока. Отдельно выделен урок по арцахскому вопросу. Программа включает специальную культурную часть, которая будет способствовать общему знанию истории армян. В этом году в программе примут участие 15 учителей из 15 различных штатов США. Большинство из них имеют 20 и более лет опыта работы, говорится в сообщении. Западная Армения придает большое значение проведению подобных курсов, так как это способствует озвучиванию преступлений против армян. Хотим напомнить, что президент США Джо Байден признал геноцид, совершенный Турцией, осудив его, но западная Армения все еще ждет более серьезных действий, чтобы армяне на этих территориях восстановили право на самобытность и освободили земли от турецкой оккупации. 15-я сессия Совета ООН по правам человека прошла в Женеве с 13 июня по 8 июля 2022 года. Интерактивные диалоги и обсуждения в ходе сессии были сосредоточены на ключевых вопросах повестки Дня Совета, таких как право женщин и девочек, право внутренне перемещенных лиц, иммигрантов и другие. В ходе сессии армянская делегация вступила с 35 докладами. Было подчеркнуто, что Армения как член Совета по правам человека продолжает вносить свой вклад предотвращения геноцида других массовых преступлений путем укрепления национальных и международных механизмов. Подробно обсуждались грубые нарушения Азербайджаном права человека международного гуманитарного права в Арцахе и приграничных районах Армении, а также военное преступление. Армения также представила четыре заявления в качестве официального документа Совета по правам человека, которые в основном касались арцахских проблем. В Сарайской области западной Армении кладоискатели, в надежде найти золото, разрушили святую скалу. Они пытались проломить Урарскую дверь высотой 5 метров. Это великолепное сооружение, относящееся к периоду Араратского царства. Известное в народе как Дверь Мегера имеет огромное значение для армянского народа как в плане веры, так и в историческом плане. Святое место под названием Дверь Мегера и хранилища, расположенные на прилагающей территории, дошли до нас из Урарского периода и спрятаны в Анской крепости. Но исторические ценности, находящиеся там, еще не полностью раскрыты. Исторические стены Берджабелек провинции Джезире в городе Ширнак в западной Армении покрыты базальтовыми камнями. Реставрационная работа стены и прилегающих территорий под названием «Улучшение окружающей среды» были начаты в прошлом году главным управлением культурного наследия и музеем Министерства культуры и туризма. Следует отметить, что крепости стены Джезире, относящиеся к числу важнейшихся исторических ценностей провинции, Крепость на берегу реки Тигрис в течение всей истории несколько раз перестраивалась. Западная Армения обращает внимание международного сообщества на этот случай, указывая на условия, при которых сохраняются памятники оккупированных территорий. В Мате-на-Дарене имени Месропа Машдоце пройдет выставка известного художника-сопредседателя фонда Погоса Жана Погосяна. Диалог, куратором которой является известный итальянский искусствовед Бурноу Корра. Выставка уникальна тем, что впервые Мате-на-Дарене современное искусство представлено рядом с старинными раскопками, в основе которого снова лежит книга, благодаря которой удалось создать мост, объединявший работы современного художника со средневековыми рукописиями. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.